В Ждановке 9 избирательных участков. Право голоса имеют 10,5 тысяч человек. На этом участке к полудню свой конституционный долг исполнили более 3 избирателей. Избирательный участок открылся вовремя у нас, как положено. Сразу же пошли первые посетители, которые ждали долго этих выборов, готовились и первыми пришли голосовать. Идут нормально, все довольны, участвуют хорошо в выборах и на участке очень спокойно, хорошо. Никаких проблем и нарушений нет, утверждает Людмила Югова. Как и полагается, работают две веб-камеры. Основной наплыв людей здесь ожидают ближе к вечеру. Мне не все равно, кто будет, поэтому и пришла. Долг исполнил свой, гражданский. Чтобы лучше жизнь устроили, чтобы пенсионерам добавили пенсию, чтобы хорошо все было. В Кировском первыми пришли голосовать пенсионеры. На этом избирательном участке еще до открытия у входа было 20 человек, говорит секретарь комиссии. Выборы проходят активно. Участок открылся 8.00 вовремя. Относительно спокойно, все хорошо, все. Люди стоят, не психуют, стоят в очередь. Девочки работают активно. Команда сплоченная. Большая часть избирателей голосовала после обеда, рассказывает Валентина Чернявская. В Кировском более 20 тысяч человек имеют право голоса. Я больной человек, у меня диабет и вообще сейчас я простудилась. Но я пришла голосовать за будущее своих внуков, своих детей. За ходом голосования на избирательном участке следят наблюдатели от разных партий. Отмечают, пока на участке нарушений не было. Анна Прокудина, Георгий Жилич, Панорама. Спасибо. 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 Спасибо.